Всем привет! С вами я, Абдулина Арина. Сегодня вы узнаете много нового и интересного. Президент Татарстана Рустам Миниханов заявил о необходимости принятия программы по сбережению энергоресурсов в бюджетных учреждениях. В КФУ прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда». Власти собираются изолировать российский сегмент интернета. 10 апреля в Казани простились с Василием Лихачевым, бывшим вице-президентом Татарстана, экс-председателем Государственного совета РТ и выпускником Казанского федерального университета. Также на похоронах слова о соболезновании высказал и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Руководство КФУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Лихачева. А мы переходим к другим новостям. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов предложил создать программу энергоэффективности бюджетных учреждений Татарстана на международном форуме по энергоресурс-эффективности. Документ, призванный сократить неэффективные затраты, планируется принять уже в этом году. Все подробности в следующем сюжете. 10 апреля в Международном выставочном центре Казань-Экспо состоялось заседание правительства Республики Татарстан по итогам реализации государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Татарстане. Форум включает в себя 20-ю международную специализированную выставку энергетика ресурсосбережения. Ежегодно в выставке принимают участие производители и поставщики, демонстрирующие современную надежную продукцию, применяемую в энергетической и нефтехимической отрасли. Выставка предоставляет возможность узнать о новинках отрасли, обменяться опытом и идеями, а также повысить профессиональную квалификацию. На 19-м международном симпозиуме энергоресурсоэффективность и энергосбережения президент Татарстана Рустам Мениханов заявил о необходимости принятия программы по сбережению энергоресурсов в бюджетных учреждениях. Участие в мероприятии принял проректор по инженерной деятельности Казанского федерального университета Наиль Кашапов. Мы в большей части здесь работаем, должны работать связанно с цифровизацией, мы можем в этом плане помочь. Ну и само собой, вот как было отмечено и президентом республики, что по именно газомоторному топливу имеет смысл работать и по возобновляемой источке энергии. У нас в этом части работа ведется не по ветру энергетики, как здесь отмечалось, а ведется по сваленому газу. То есть в принципе университету есть большие возможности работать именно в этой отрасли. И конечно, если мы более активно будем свое предложение внедрять, то это даст, конечно, эффекты для всей республики. Ежегодно форум показывает реальные итоги своей работы. В этот раз он проходит с 10 по 12 апреля. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла открытая лекция специалиста по международным отношениям, пиар и СМИ Димаша Абдулина. Из республики Казахстан. Подробности смотри в сюжете Анны Глазуновой. С открытой лекцией перед студентами, аспирантами и преподавателями Института международных отношений Казанского федерального университета выступил специалист по международным отношениям, пиар и СМИ, эксперт по внешней политике Димаш Абдулин. Гость приехал из республики Казахстан. Я первый раз в Казани, несомненно, Казанский федеральный университет, это старейший университет России, Татарстана. Я думаю, что Казань вообще и сейчас, и в будущем будет играть очень весомую роль на евразийском пространстве. Димаш Абдулин рассказал слушателям о программе Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». В 2010 году Китайской Народной Республикой было выдвинуто предложение об объединении проектов экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века. Лекция проходила в формате общения, каждый желающий мог задать интересующий вопрос. Говорилось о европейском направлении Центрально-Азиатского региона, о взаимодействии Центральной Азии и Европы. Я считаю, что развитие Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь» конечно нужно подходить основательно, взвешенно, взвесить все плюсы, которые есть. Несомненно, там очень большое количество плюсов, большой потенциал. Плюс к этому это неизбежность, неизбежность этого контакта с Китаем. Все равно мы будем с Китаем контактировать, это только начинается, поэтому нужно активно по этой программе работать. А 11 апреля пройдет лекция на тему взаимоотношений Казахстана, Татарстана и Российской Федерации. В дальнейшем планируется поддержание и развитие сотрудничества. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Весна – это время студенческой жизни в КФУ. Помимо творчества на студенческой весне студенты соревнуются и на интеллектуальном поле в различных играх. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете организован ряд мероприятий «Интеллектуальная весна 2019». Одним из них является игра «Что, где, когда». В этом году в игре приняли участие 35 команд из разных институтов КФУ. Студенты отвечали на различные вопросы из мира науки, культуры и истории в течение одной минуты. Все команды собраны таким образом, что ребята дополняют друг друга. То есть кто-то силен более в гуманитарных науках, кто-то в естественно-научных областях. И поэтому такой симбиоз получается, и выступают ребята успешно. Участие принимали как готовые команды, выступающие не в первый раз, так и недавно собранные коллективы. Мы решили собрать команду «Итиса», и «КУ» – неплохие ребята очень. Это бывшая команда первокурсников, которая была очень перспективной на первом курсе. И она из «Итиса», и мы такие «хоп-хоп», и теперь мы вместе. Перед игрой участники занимаются подготовкой, что довольно сложно, поскольку вопросы затрагивают самые различные сферы знаний. Проходят тренировки, вот, например, «Брейн-клуб» и «Итиса» проводят свои тренировки. Также в городе есть несколько других точек. Обычно тоже читаются вопросы. Если команда их не берет, они объясняются. Также играется своя игра. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошел технологический день, в рамках которого состоялась встреча акционерного общества «Башнефтегеофизик» со студентами. Далее в сюжете Юлия Маркушиной. Технологический день при участии акционерного общества «Башнефтегеофизика» прошел в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. «Башнефтегеофизика» — это группа компаний, которая объединяет предприятия геофизического сервиса и приборостроения и одна из крупнейших компаний России. Предприятия известны тем, что занимаются георазведкой, разрабатывают и производят геофизическое оборудование, а первые GPS выпускались именно там. Целью мероприятия было знакомство со студентами КФУ, общение и привлечение к сотрудничеству. Ведущие специалисты рассказали о своей компании, а также провели тестирование и собеседование для всех студентов, которые хотели бы пройти как практику, так и стажировку в «Башнефтегеофизике». Также состоялись мастер-классы и лекции от экспертов. «Те студенты, которые готовы откликаться уже на трудоустройство в этом году, мы непосредственно здесь сможем провести собеседование для того, чтобы уже определиться. То есть студенты не придется им ждать какого-то периода временного, а уже смогут с готовностью, с приветливой улыбкой смотреть в будущее». Сотрудничество Казанского федерального университета с такими крупными компаниями — это отличная возможность для студентов уже сейчас попробовать себя в будущей профессии и набраться опыта. Юлия Маркушина, Александр Юдин, Универньюз. В Госдуму внесли законопроект, который позволяет властям изолировать российский сегмент интернета и фильтровать входящий интернет-трафик. Подробнее в нашем следующем сюжете. Комитет Госдумы по информационной политике предложил, что закон об изоляции российского интернета вступит в силу с ноября 2019 года. «Закон предусматривает меры, направленные на повышение информационной и кибербезопасности в российском сегменте интернета». Что касается кибератак, действительно, если отгородиться от всего интернета, кибератак удастся избежать, а их проводят многие государства. Но такой шаг сам по себе несет сильный удар по экономике. Негативно отразиться на банковском секторе, на экономических процессах в целом, поскольку все-таки с цифровизацией и с интернет-ресурсами в настоящее время у нас завязаны очень многие бизнес-процессы. «Предполагается, что будет создана программа, с помощью которой операторы смогут автоматически определять угрозу и устранять ее. Сейчас они тоже обязаны блокировать запрещенные сайты, но сами должны придумывать технические решения по их блокировке». «Меры, которые предусматривает закон, они ориентированы на то, чтобы были технические средства, инструменты, которые позволили бы предотвращать соответствующие угрозы». Алсу Сатарова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На сегодня все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч!